Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Качество продуктов на полках крупных самарских супермаркетов под постоянным вниманием. По поручению главы городской администрации Олега Фурсова, проверки проводят и специалисты городского департамента потребительского рынка. К рейдам приглашают представителей Роспотребнадзора, прокуратуры, других надзорных органов. Как выяснилось, не зря. Ритейлеры стали тщательнее следить за свежестью товара. Системный контроль за качеством продуктов на витринах самарских магазинов дает свои результаты. После регулярных визитов представителей городского департамента потребительского рынка со специалистами Роспотребнадзора в крупнейшие супермаркеты, ритейлеры стали тщательнее следить за ассортиментом и качеством товаров на прилавках. Руководитель городского департамента потребительского рынка и услуг Вадим Кирпичников В очередной раз проехал по крупнейшим сетевым магазинам, чтобы проверить соблюдение всех правил торговли. Супермаркет «Магнит» на улице Партизанская. На прилавках только свежий товар. Это подтверждают и покупатели. Магазин чистенький, хорошенький продукт. Нам, в первый взгляд, свежий. Если бы было плохое качество, мы бы не брали. Качество в магазине очень хорошее. Хожу сюда часто. Покупаем самые основные продукты. Молочные продукты всегда покупаем. Хлеб, овощи, фрукты. Именно молочке, овощам и фруктам особое внимание. Проверка показала, просроченных продуктов на прилавках нет. Вадим Кирпичников отметил контрольные мероприятия и комплексное выстраивание работы с руководством сетей принесло свои результаты. Люди идут навстречу и понимают задачи, которые ставятся администрацией города. Наша задача, чтобы любой покупатель, вне зависимости от того, был сегодня здесь глава департамента или не был, придя в любой магазин, получал качественную, нормальную продукцию. Следующий пункт – магазин «Пятерочка» на улице Ярошевского. И здесь с качеством продуктов полный порядок. В перекрестке на Чернореченской есть помарки. На прилавке оказались овощи не первой свежести. Замечание комиссии выслушал директор. Пока строгих санкций к магазину решили не применять. Наша задача общая, чтобы был качественный товар. У магазина это, соответственно, рост оборота и потребление, а у нас это рост положительных откликов граждан на качественную и недорогую продукцию. В ходе подобных рейдов проверяют все – выкладку, свежесть, уровень сервиса, качество уборки прилегающей территории. По словам специалистов, подобные выездные мероприятия будут продолжаться в сетевых супермаркетах и дальше. Они позволяют видеть реальную картину дел и изменять ее в лучшую для покупателей сторону, если это необходимо. Павел Баймаков, Павел Пресняков. События. С каждым днем Самара становится все чище. На уборку территории выходят управляющие компании во всех районах города. За ходом работ на каждом участке следят представители местных администраций из поселка Волгарь. Репортаж нашего корреспондента. С самого утра в поселке Волгарь сотрудники управляющей компанией «Жилэнерго» на боевом посту. Убираются здесь на совесть. Кроме рабочих рук, рабочие колеса и ковши. Спецтехника всегда на готове. Снег шевыряем, чтобы быстрее таял, так сказать, это самая большая уборка, вылезшая из-под снега вот этого вот, ну, того мусора, который снег покрыл. Это как бы самое сейчас, потому что еще налить не совсем удобно. Самая вот эта вот, как бы, сложность. В остальном, там, где уже высохло, ну, уже более проще. Они подметают, убирают, трактор подъезжает, все вывозим вовремя хорошо. Управляющая компания в поселке обслуживает 10 многоквартирных домов. Это более 60 тысяч квадратных метров территории. Всего в Куйбышевском районе за благосостояние дворов отвечают 5 организаций, в обслуживании которых находятся более 700 домов. Каждое утро у сотрудников местной администрации начинается с проверки порядка на закрепленных участках. Говорят, возникающие проблемы оперативно решаются на месте. И хоть сами трудятся, не покладая рук, на жильцов возлагают особые надежды. Мещник по благоустройству, запланированы массовые выходы и на Гагаринский субботник, и на Общегородской 18 апреля. Как раз сейчас ведется такая вот активная агитация жителей, чтобы они приняли участие в субботнике, потому что управляющие организации подготовились, весь инвентарь закупили на всех желающих и перчатками, мешками всех обеспечили. Оксана Кочеганова переехала в поселок Волгарь около двух лет назад. Свой район считает самым чистым в городе. Говорит, никогда не видела, чтобы на улице валялись бутылки и упаковки. В апреле планирует вместе с соседями приобщиться к благоустройству Самары. Чистота района зависит также от самих проживающих здесь. По мере возможностей хотелось бы, чтобы многие вышли, все это в любом случае вышли. У кого-то дети там, хотя если так же можно, детишки, у кого побольше, чтобы тоже вышли. Одновременно с большой генеральной уборкой в Волгаре пройдут народные гуляния. Местная администрация обещает, после наведения чистоты участников субботника ждет большое чаепитие с пирогами под музыку. Алина Чемерис, Дмитрий Мешканцов, События. Активные жители города облагораживают даже подъезды. Уделяют внимание не только чистоте, но и внешнему виду. В одном из подъездов дома по улице Георгия Ратнера появилась выставка прикладного творчества. И пока цветов на клумбах нет, цветник разбили тоже прямо в помещении. Причем производство украшений получилось еще и экологичным. В ход пошел бытовой мусор. Расцвели незабудки в подъезде. Яркой цветочной феерии на лестничных площадках творения рук жителей дома. Три месяца долгими зимними вечерами вырезали, клеили, собирали. Делится идейный вдохновитель и основной исполнитель Нина Егорова. Подсолнухи, тюльпаны, хризантемы, васильки. Все это бывшие полиэтиленовые пакеты и пластиковые бутылки. Берем разные цвета пакетов. Белый, голубой пакет. Режем и вырезаем цветочки. И потом на эти вот бутылочки мы бутылочки тоже разрезаем. И на эти бутылочки вот на основании мы вот эти цветочки делаем. Люди приходят, улыбаются, смеются и радуются. То, что у нас чистота и красота. Замечательные соседи и помощники материалы для рукоделия собирали всем подъездом. Теперь же это коллективная гордость. Участвовали, крышки давали, все давали. И мы очень рады, что у нас такая женщина живет. И у нас ухоженный двор благодаря ей. Настроение прекрасно у всех. Нина Егорова рассказывает, живет в этом доме больше 18 лет. Ремонта в подъезде за это время не видела. Решила, зачем ждать, если можно взять благоустройство в свои руки. Год назад со всех квартир собрали небольшую сумму денег. На эти средства купили краску, наняли рабочих. Несколько недель и подъезд как новенький. Управляющая компания провела ремонт коммуникаций. Жизнь в чистоте и красоте вдохновляет на новые свершения. Жители не дождутся теплой погоды, чтобы начать благоустраивать двор. Сейчас будет подбор мусора. Начнется рыхление снега. Потом уборка и посадка цветов, кустарников. Активность жителей нашего микрорайона большая. В цвету будут и газоны под окнами. Инициативные самарцы уже подготовили проект ландшафтного дизайна. А чтобы чистота во дворе не исчезала, здесь придумали правило. 20 минут на уборку от каждого жителя и весь год в уюте. Марина Матвеевшина, Марина Кравцова, Алексей Золотенков. События. Чтобы власть была ближе к народу, а народ ближе к власти. Изменения в системе местного самоуправления. Результат за три года. Обсудили участники регионального отделения Общероссийской общественной организации Всероссийский совет местного самоуправления. На конференции побывала Марина Матвеевшина. Близость власти к каждому жителю Самары Становится реальнее с каждым днем. В Самаре уже прошли публичные слушания, Где жители одобрили смену статуса Самары На городской округ с внутригородским делением. Когда все вопросы районного значения Решаются, что называется, не отходя от кассы. Для этого у районной власти Появится собственный бюджет. Он сможет пополняться, помимо всего прочего, И от налоговых сборов. Теперь важно, чтобы в райсоветы попали люди, Лично заинтересованные в судьбе района. В райсоветах должны быть представлены люди, Которые фактически живут в этих районах, В этих домах, которые выходят как раз из подъездов, Ведут детей в детские сады, Которые расположены на этой территории, В школы, ходят в эти поликлиники, А они приезжают, как часто бывает, С коттеджей, расположенных в совершенно другой стране. Итоги работы Всероссийского совета В местном самоуправлении В Самарской губернии за три года Подвели на отчетно-выборные конференции. Среди российских регионов Самарский в лидерах по активности движения ВСМС. На конференции выбрали также новых членов Регионального отделения Общественной организации ВСМС. Состав сменился почти наполовину. Молодежь активно включается в работу. Марина Матвеевшина, Константин Головин. События. Ветераны Великой Отечественной войны, Которые в страшные годы работали в тылу, Сделали для всей страны и мира во всем мире Не меньше, чем те, кто участвовал в боевых действиях. Армию нужно было кормить, одевать, снабжать оружием. Они тоже герои и тоже заслуживают медалей. Знаки отличия вручали ветеранам Железнодорожного района Самары. В годы войны Иван Баландин возил самарский хлеб На железнодорожной станции, чтобы отправлять его на фронт. Самим, говорит, хлеба очень не хватало, Но взять даже буханку из груза совесть не позволяла. Нужно было кормить тех, кто отстаивал страну под пулями. Нужно в первую очередь обращать внимание на стариков, Которые жизнь дали вам, всем молодым. Вот у меня две дочери, пять внуков, двое правнуков. Вы понимаете? А сколько было бы нас? Вот у меня два брата погибли на фронте, Родных братьев, восемь двоюродных. Посчитайте, какое население мы потеряли. Им нужна помощь, говорят в администрации, Не только с ремонтом квартир или установкой счетчиков на воду. Гораздо важнее, особенно одиноким, быть услышанными. Огромные сердца ветеранов не остаются равнодушными к тем, кто о них заботится. Я вот каждому подхожу, и каждого как-то... И они меня уже ждут, понимаете? Если я прохожу, я не могу пройти мимо них. Так что они народ благодарный, если и про них помнить. В железнодорожном районе Самара около 200 ветеранов Великой Отечественной войны. Из них только 7 человек – участники боевых действий. В торжественной обстановке медали вручили тем, кто смог прийти. Остальным награды принесут на дом. Марьяна Мирная, Станислав Левин. События. К другим темам. Более 4 тысяч доз опасного синтетического наркотика стоимостью около 7 миллионов рублей не попало на черный рынок сбыта. В Самарской области зелье пришло почтой из Китая. Двоих заказчиков с поличным задержали таможенники и сотрудники областного управления наркоконтроля прямо в момент получения посылки на одном из почтовых отделений. Позже установили – наркотик был заказан через интернет жителям Самары, который в целях конспирации указал данные своего друга. Один из молодых людей пояснил, что он не знал о том, что следует в посылке, что он ничего не заказывал. Как впоследствии показал второй из участников этой группы, он сделал это для того, чтобы скрыть следы преступлений и заказывал данную посылку на имя своего хорошо знакомого друга. Уголовное дело возбудили по статье «Контрабанда наркотических средств в особо крупном размере». Задержанный находится под стражей и может грозить от 15 до 20 лет лишения свободы. Юбилейная начинка самарской шоколадки. На фабрике по производству любимых всеми конфет в честь 90-летия честовали первого директора, героя социалистического труда Елену Шпакову. В программе торжества, чаепития, встречи с юбиляром и экскурсии по кондитерскому цеху. Это сладкое слово России. Без продукции самарской шоколадки давно нельзя представить ни один праздничный стол. Легендарным именем фабрика обязана первому директору Елене Шпаковой, которая у руля производства стояла более 20 лет. И сегодня, к ее мнению, на фабрике по-прежнему прислушиваются. «Загладывало все. Во-первых, отношение к работе. Честность, добросовестность, потом высококалифицированные, знадежные свое дело люди. Вот это основное. И добиваться поставленной задачи, цели». Лучшие традиции прошлого на шоколадной фабрике чтят по сей день. Упор, как и много лет назад, делают на качество продукции. Во главе угла – вкусы покупателей. Главные ингредиенты – какао-бобы и орехи. «Мы с человеком в его самые радостные моменты, потому что все-таки это не товар первой необходимости. Мы угощаем, мы делимся радостью. Но и также и в печальные моменты, когда хочется себя подбодрить, можно купить шоколадку или открыть коробку конфет. Я соглашусь с тем, что это целая философия жизни». Они снова вместе, как в старые добрые времена. Поздравить Елену Шпакову с 90-летним юбилеем пришли ветераны кондитерского производства. Вместе со своей первой наставницей отправились на экскурсию по цехам. Ирина Николаевна Кирикова работала на фабрике с 1985 года. В 2003-м ушла на пенсию. Увидев обновленное производство, обрадовалась. Говорит, приятно, когда дело, с которым связала свою жизнь, процветает. «Мне понравилось то, что сделаны дорожки для пешеходов и для погрузчиков. Потому что раньше это была очень большая проблема. Мне еще очень понравилось то, что это уже не в цехе. То, что люди, с которыми я начинала работать, которые только-только становились простыми операторами были, которых мы учили работать. Сейчас я увидела, что это люди, которые уже имеют большой рост». Почти полвека назад на шоколадке выпускали порядка 25 тысяч тонн сладостей в год. Сейчас объемы возросли втрое. Оборудование постоянно обновляется. Продукция тоже. Регулярно появляются новые лакомства. Эти конфеты выпустили к Новому году. Их производят на новой линии, которая запущена в 2010 году. Лакомство с пылу-жару. Конфеты со вкусом детства. Шоколадный стаканчик. Внутри пролины и орех. Сейчас попробуем. На вкус, как пирожное и картошка. В этом году самарской шоколадке исполнится 45 лет. Большой праздник планируют провести летом. На торжество, говорят, на фабрике обязательно пригласят и Елену Васильевну Шпакову. Алина Чемерис, Артем Сулайманов, События. В выставочном зале Самарского отделения Союза художников России открылась персональная выставка известного художника и кандидата педагогических наук Александра Бондаренко. Его творчество – это слияние фактур, форм и образов, натюрморт и портрет в одной картине. Вместе с графическими работами представлены панно в технике микс-медиа. В Самаре такое увидеть можно нечасто. Как в современном искусстве отразить многовековую историю, увидел наш корреспондент. Взгляд из верхнего палеолита. Название уникального панно не случайно. Художественная работа буквально дышит историей. Энергетику дают камни с жигулевских гор. Именно жигули, в возраст которых исчисляют не одним миллионом лет, вдохновили Александра Бондаренко на создание этой работы. Буквально завораживает тайной и загадочностью руины древнего города. Это необычность слияния разных жанров, техник, материалов. Микс-медиа, течение в искусстве, к которому уже полвека. В выставочном зале Союза художников России. Они привлекают к себе своей живостью, своим первозданным моментом. Это интересно. Здесь различные формы, различные объемы. И эта игра форм и объемов, она, конечно, близка к скульптурному рельефу. Все это творение Александра Бондаренко, персональная выставка которого открылась в выставочном зале Самарского отделения Союза художников. Материал для творчества – это камни, дерево, металл, кора и ракушки. В основном дары природы. Но что-то приходится делать руками, вытачивать на станках согласно задуманной тематике. Хотя микс-медиа – это порыв эмоций и вдохновения. Это течение называется микс-медиа, что здесь все, любой жанр. Портрет может быть вдруг выйти из пейзажа, пейзаж может выйти из дома. Не все делается по эскизам. Это какая-то внутренняя вот такая волна, что ли, которая охватывает. И вдруг начинаешь в этом материале что-то делать, производить. Просто безотчетно, бессознательно. Вот это увлекает сам процесс. У искусства нет границ и правил, и то, что выходит за рамки канонов, порой вызывает более сильные чувства у зрителя. Хотя инноваторство дружит с истинной классикой. Здесь же графика Александра Бондаренко. Привычная техника тоже кажется особенной. Все дело в высококачественной печати, которая раскрывает тонкие грани графических работ. Анастасия Зубрева, Марина Кравцова, Алексей Золотенков. События. Телефон редакции 202-11-22. Наш сайт samaragis.ru. Читайте нас в Твиттер, скачивайте приложение и смотрите телеканал Самарагис на экранах смартфонов и планшетов. Всего вам доброго и до встречи. Здравствуйте. Финансовые новости на телеканале Самарагис. Билеты на поезд станут дешевле. Правда, вернуть их не получится. Законопроект, одобренный в первом чтении депутатами, предусматривает введение на железнодорожном транспорте невозвратных билетов. Предполагается, что невозвратные тарифы будут действовать наряду с возвратными, но будут гораздо дешевле, поскольку пассажир, купивший билет, уже не сможет его сдать в случае отмены или переноса поездки. Впрочем, возможность вернуть деньги за билет все же предусмотрена. Однако эти оговорки касаются лишь непредвиденных чрезвычайных ситуаций, в частности болезни или несчастного случая. После апрельского повышения базового тарифа по ОСАГО стоимость полиса в среднем не превысит 10 тысяч рублей. Эту цифру рассчитали по гипотетическому владельцу недорогой иномарки. Если принять возраст старше 22 лет, мощность машины 120 лошадиных сил и опыт вождения более трех лет, то стоимость полиса в Москве для водителя составит от 8200 рублей до 9800 рублей. Разумеется, цифры будут зависеть от коэффициентов безобезаварийности и от региона регистрации автомобиля. Я бы еще добавил профессионализм и наглость страховых компаний, а то некоторые иногда забывают отправлять данные о клиентах в общую базу данных. Российские туристы смогут оформить итальянскую визу в онлайн-режиме на сайте «Твоя Италия». Специальный сервис позволит заполнить анкету на оформление итальянской визы, а также оплатить консульский сбор. Так итальянцы хотят привлечь больше российских туристов. Новая услуга экономит много времени. Отметим, что в этом году для российских туристов упростили визовый режим во многих странах. Туристы смогут посетить без визы Индонезию и Тунис, где срок нахождения туристов из России без визы увеличен до трех месяцев. Российский фондовый рынок открылся ростом котировок. Индекс ММВБ поднялся до 1623 пунктов. Среди лидеров роста – НЛРоссия, Аэрофлот, Солерс, Фармстандарт и Башнефть. Лидеры падения – акции Мичелла, Эон Россия, Северсталь и Полиметалл. Повышение на российском рынке происходит благодаря отскоку нефтяных котировок на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Фьючерс S&P опустился. Торги в среду в Европе и США завершились снижением. На азиатских рынках сегодня преобладают продажи. Курс доллара на 26 марта – 57,38 рубля. Курс евро – 62,76 рубля. Золото стоит 2200 рублей за грамм. Серебро стоит 31,31 рубля за грамм. Цена нефти марки Brent – 58,93 доллара за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах. Тольяттинка Дарья Касаткина сыграет на международном теннисном турнире. Самарский пауэрлифтер – чемпион России по жиму лёжа. Самарские дворовые хоккейные команды закончили борьбу за золотую шайбу. Самарские хоккеисты-любители закончили играть во всероссийском турнире «Золотая шайба». На первенстве по Волжье они не сумели пробиться в финал. Теперь наш федеральный округ в суперфинале представит шесть команд-победительниц. В младшей группе в Сочи сыграют клубы Башкирии и Кирова. В Казани за средний возраст покатаются мальчишки из Татарстана и Мордовии. А хоккеисты-старшеклассники Башкирии и Нижнего Новгорода в Тольятти с 18 по 27 апреля тоже разыграют золотую шайбу. В Костроме прошел чемпионат страны по жиму лёжа. В весовой категории до 72 килограммов Екатерина Сибалкова из Тольятти завоевала бронзу, подняв 155 килограммов. Среди супертяжей не было равных Самарцу Андрею Коновалову. Он выжил 330 килограммов. Серебряный призер Дмитрий Докалин из Красноярска смог поднять лишь 305 килограммов. В Соединенных Штатах Америки на международном женском теннисном турнире с призовым фондом в 25 тысяч долларов завершилась квалификация. Дарья Касаткина с успехом её преодолела. В третьем туре Тольяттинка без особых проблем одолела англичанку Тарру Мур 6063. Теперь в первом круге основного турнира Касаткина встретится с американкой Софи Чанг. Она попала на соревнования по спецприглашению. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok